Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас видео разбора моих покупок в благотворительных магазинах украшений. Винтажных они очень из секондов. Кто у меня впервые, я скажу, что я живу в Канаде. Покупаю в благотворительных магазинах украшения, которые показываю с ценами, по которым я купила все цены в канадских долларах. У меня на канале не только украшения, а у меня есть магазины, примерки, полталки. Это, в общем, все, что мы девочки любим, но украшения это большая часть моих видео, потому что очень это люблю. Сегодня у нас будет видео, я его назвала Epic Fail, то есть мой поход в магазин. Я купила несколько очень интересных, симпатичных вещей, но очень много в чем облажалось. Показываю вам быстро вот такую коробочку того, что мы сегодня будем рассматривать. Все очень красиво, но не все так красиво на самом деле. Уж не знаю, что на меня нашло, но у меня было очень много каких-то странных покупок, которые я сама себе не могу объяснить. И несколько вещей, которые я купила не очень в хорошем состоянии, просто не поняв и не увидев этого. Но, тем не менее, я решила вам показать. А так, давайте начнем. Мне не все было так плохо, я буду все показывать по очереди постепенно. Значит, если вы со мной гуляли тогда в этом магазине, то вы видели некоторые вещи, которые я показывала, что я брала их с полочки, с крючочка и рассматривала и говорила, возьму-не возьму, посмотрим. И вот некоторые из них я все-таки купила. Я думаю, что вы помните, это милое красивое украшение. В 14-м айфоне, беда, беда с фокусом, он у меня уже давно, я никак не привыкну к тому, что надо сначала сфокусироваться, чтобы близко показывать, и было не размытое изображение. Надо сначала сфокусироваться на какой-то мелкой детали, а потом уже снимать, а не во время съемки. Ну, это такой тюториал по пользованию айфоном. Так, стоило оно 4 доллара. Я думала, что это Avon. Очень похожий в Avon, есть очень похожие вот такие вот, такого же фасона и такого же плана. Украшения, колье, у меня даже есть их несколько, но это не Avon, у него нет никакой маркировки, хотя очень похож, но тем не менее, он милый, симпатичный. Давайте еще раз посмотрим, маркировок нету. Вы знаете, может быть, отвалилось. Мне кажется, что Avon бывает... Нет, Avon обычно делает штамп вот на обратной стороне. Или у Avon бывает вот какая-то весюлина. Вот это точно я не помню, поэтому, может быть, что-то и отвалилось. Но, тем не менее, тяжелое, мне кажется, что это стеклянные бусины. В всяком случае, эти точно. Оно довольно тяжелое. Поэтому, мне кажется, что все вот это вот стеклышки. И очень красивое, согласитесь, нежное. Я думаю, что очень будет красиво смотреться. Я обязательно вам его примерю, как все, что я показываю, я всегда все примеряю. Ну, это пока никакой не фейл. Как бы я... В этом нет ничего плохого. Просто обычное украшение. Вообще, ничего страшного. Я просто немножко драматизирую, так сказать, чтобы было интересно. Так, следующее украшение тоже калье винтажное. Я думаю, безусловно, к сожалению, нету никаких маркировок. Винтаж, я думаю, во-первых, по фасону, во-вторых, по застежке, крючок. Вы тоже видели, я его цапнула. Так, на застежке нету маркировок никаких. Нигде нету маркировок. Похоже на кора, но маркировок нету. Виден клей. Ну, кора тоже очень, кстати, этим грешит. Видите? Но с этой стороны клей не видно. Никаких нет потерь. Состояние хорошее. Стоило оно тоже 4 доллара. В общем-то, недорого. И, несмотря на отсутствие маркировок и каких-то признаков чего-то благородного, скажем так, благородного украшения, я, тем не менее, его купила. Во-первых, оно действительно очень симпатично выглядит на лето. Такого, знаете, красивого желто-лимонного цвета. Очень красивый летний цвет. Ну, и, безусловно, конечно, оно винтажное и довольно красивое. Не могу сказать, что оно какое-то что-то с ним не то. Все на месте. Все вставки на месте пластиковые. Это не люцит и не термосет. Я думаю, что это обычный пластик. Где-то, наверное, с 60-70-х годов. Ну, вот с этой брошечкой тоже нету никаких проблем. Две брошки мне попались. Вот такие же мчужины. Я вот тоже не знаю насчет их возраста. Я не уверена, современные они или старенькие. И, судя по всему, вы знаете, иголочка длинная такая, выступает за застежку. Так что вполне может быть. Стоили 5 долларов. Маркировок нету у этой броши. Видите, иголка довольно короткая. Так, маркировок нет, да? Нету маркировок. Но брошь симпатичная. Немножко такая в ней асимметрия просматривается в дизайне. Искусственный жемчуг. Два-три кристаллика белых. Один с одной стороны, два с другой. Интересный дизайн, интересная брошь. И очень похожая на нее. У меня была недавно в каком-то моем показе похожая брошь. Вот такой факел, цветок, непонятно что. Но она, в принципе, довольно красивая. И тоже, я думаю, не очень современная. Во всяком случае, она довольно тяжелая. Длинная, толстая, большая игла. Такая качественная, что тоже говорит о возрасте. Вот такого дизайна. Тоже жемчужиной. Их, кстати, можно носить вместе, потому что они очень перекликаются где-то по дизайну. Красивая. Маркировок нет никаких. Никаких не наблюдается. Вот. Но достойная брошь, симпатичная. И видите, как они вполне себе неплохо выглядят вместе. Хотя у них немножко разный... Разный, я бы сказала... Ну, не совсем похожий дизайн. Ну, в общем, что-то общее есть. Я думаю, что их вполне можно носить вместе. А можно и по отдельности, как вам нравится. Видите, похожи они между собой. Следующая, это такая вот брошечка. Брошь-булавка. За 2 доллара всего лишь она стоила. Привлекла она меня тем, что это микровышивка. Безусловно, тоже это винтажные вещи. У меня есть брошь и клипсы микровышивки. Мне очень нравится. Это просто сама технология и вообще вот сама идея вот этих украшений. Посмотрите, как они... Я очень люблю их разглядывать. Это такая совсем малютка-малютка. Но вот за то, что это микровышивка, я ее купила. Посмотрите, обратная сторона. Маркировок тоже никаких нет. У них обычно нет никаких маркировок. Я думаю, что она старенькая. Очень качественно, хорошо выполнена. Очень красивая. Ну и вот я отдаю, так сказать, должное тому, что эта техника очень кропотливая, необычная, интересная. Довольно редко встречающаяся в наших краях, потому что мне кажется, что это что-то европейское. Поэтому я, конечно, ее приобрела. Пока все в порядке. Пока у нас все хорошо. Никаких проблем. Ну вот, например, вот эти бусы. Я не знаю, зачем я их купила. Честно вам скажу. Мне они понравились. Но... Нет, они неплохие. Они симпатичные. Ничего такого ужасного у них нет. Ну, в принципе, я не знаю. Можно было их и не брать, честно говоря. Я взяла, потому что я подумала, что они, конечно, тоже винтажные, скорее всего. Вот благодаря вот вообще фасону, форме, вот этой вот застежка, бочечка такая довольно старенькая. Старенькая. Вот. У меня есть похожие подобные бусы. Они сделаны тоже вот из таких вот металлические планочки. Потом какие-то бусины. Мне понравились вот эти бусины. Они непростые. Они на вид такие просто обычные белые. А на самом деле они сделаны из такого немножко бензинового... Бензиновой пластмассы. Да, пластик. Или это стекло? Нет, пластик, скорее всего. Пластик, уж очень они не легенькие. И вот такие вот беленькие, просто обычные бусины. Ну, взяла, потому что это, скорее всего, винтаж. Честно говоря, я не знаю, буду ли я их носить. Наверное, может и буду, может и нет. Не знаю. Как-то, ну... Милые такие. Нежные, но... Ну, в общем, ничего особенного, короче. Пусть будут. Пусть лежат. На всякий случай, что называется. Так, следующие клипсы, кстати, очень интересные. Вот эти я не пожалела ни одной минуты, что я их купила, потому что в них что-то необыкновенное. Стоили они тоже 4 доллара. Ничего особенного в цене, в смысле, недорого. Но у меня очень двойственные чувства по поводу их. Во-первых, ну, это металл. Ну, очень-очень легкий какой-то металл. Они прям легкие-легкие. Что хорошо для клипс, с одной стороны, с другой стороны, обычно вот хорошие, качественные винтажные вещи, не только винтажные, современные тоже, они довольно тяжелые. Вот определяется, что, ну, как бы вес один из признаков того, что вещь качественная, хорошо сделана. А эти прям, хоть и металлические, но совсем они легенькие-легенькие. И что еще меня смущает, что головка Нефертити смотрит в одну сторону. Хотя мне где-то написали, у меня были подобные клипсы, как монетки, и тоже там был какой-то профиль античный, и он тоже смотрел в одну сторону. И мне написали, что так, это же как бы монетка. Они идентичные, они не могут смотреть в разные стороны, поэтому как бы это нормально. Когда вот в таких вот, какие-то монеты, вот старинные, или что-то такое. А здесь, как бы, я не могу сказать, что это же не монеты, это как будто бы какой-то, какой-то, ну, я не знаю что. Просто элемент, вот. Но, во-первых, они двусторонние, то есть портрет Нефертити с двух сторон. Видите? То есть, кстати, их могли бы сделать, их могли бы сделать, нет, нет, они все в одну сторону смотрят. Но то, что они двухсторонние, то есть сзади она не просто гладкая серьга, а есть как бы тот же портрет, в этом как бы есть некоторая такая, ну, задумка, да. Плюс ко всему вот этот вот, вот эта верхняя часть хорошо очень выполнена и очень интересно сделана вот обратная часть самой клипсы. Вот это вот, вот это вот сам зажим. Посмотрите, какой он интересный. Он не простой. Маркировок нет, но сам зажим сделан довольно сложно. Видите? Какие-то на нем сделаны фигуры, в общем, ну, постарались, как бы, видно, что вложились, да. В общем, не знаю. Трудно сказать. Они эффектно выглядят на ушах. Но по поводу их возраста, страны, происхождения. Очень странно, что зажим желтый, а сами клипсы белые, хотя... Ну, в общем, они классные, они красивые, прикольные, но сказать, что это что-то ценное, я вряд ли скажу, потому что не очень ценный. Вот такая брошечка за 5 долларов. Милая, симпатичная брошь, винтажная, ну, как бы, тоже ничего особенного, но симпатичная вещь. 5 долларов она стоила. Хорошо очень сделана, и сзади, и спереди немножко жемчужин. Вообще, тема жемчугов у меня в последнее время прям присутствует вовсю. Красивая такая, знаете, филигранные листики и жемчужинки. 5-6 штук. Вот такая вот маленькая, небольшого размера, но очень симпатичная. Тоже маркировок никаких нету. Качественно сделана. Старенькая, по-моему. И довольно прям такая милая, 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 милашка такая, симпатичная брошечка. Так, дальше я вам покажу украшение из моего предыдущего видео, которое должна была показать. Я забыла, оно у меня как-то лежало в сторонке, и я забыла про него. Я купила его в магазине в том же, только в другой мой поход. Значит, вы тоже, наверное, видели, я вам его показывала. Стоило оно 5 долларов. Это компания, довольно известная, Stella & Dot. Современная компания, но делает красивые, дорогие украшения. Бренд довольно дорогой, продается не дешево. И я нашла его на ресейле, тоже не задешево. Очень красивый кулон. Мне он очень понравился. Я сразу не заметила, в чем в нем проблема. Сейчас вам покажу. Но, честно говоря, я не вижу в этом большой проблемы. Мне даже так нравится больше. Сейчас объясню, в чем дело. Но под тему моих, так сказать, ляпов и неудачных покупок, он может, в принципе, подойти. Хотя он красивый. Посмотрите, красивая, очень выполнена цепочка. Интересная застежка сделана вот здесь сбоку, не сзади. Вот так вот цепь. Здесь такая цепь, здесь вот такая цепь. Он ходит по ней, вращается. Белый пластик, интересный дизайн. Красиво выглядит. Поворачиваем с другой стороны. Вот здесь вот есть Stella and the Dot. И вот такой обычный маленький кристаллик. Это их как бы маркировка. И не заметила я вот тут странно, как-то я не заметила, не обратила, вернее, не заметила, но не обратила внимание, что же такое здесь. Какие-то странные повреждения или что. В общем, короче, потом я нашла его по картинке. Я вам сейчас ее поставлю. Здесь еще было продолжение вот такого типа, значит, какая-то вот такая вот, такой какой-то кулон, какой-то элемент, который был припаян здесь. И вот еще такая вот была большая часть его. Он у них или оторвался, или они сами отломали его специально. Уж очень так аккуратненько он отпилен, правда же, как будто специально отломан. Ну, не знаю. Честно сказать, вот так мне нравится больше, потому что то, какой он был оригинально сделан, он очень массивный, огромный просто. А этот вот такой вот вполне нормального размера. И я сначала, когда увидела, подумала, ну вот ложанулась. С другой стороны подумала я, он и так очень красивый, и вообще это совершенно не видно, что это как будто, что он поврежден, что что-то с ним не так. Вот. И вполне его можно носить, он вполне носибельный, очень даже симпатичный. Единственное, ну, опять же, по тематике, что я как бы вот проглядела, не поняла, купила что-то ломанное, поломанное, не поняла вообще, что происходит. Следующее украшение. Знаете, оно, конечно же, винтажное, и мне оно понравилось, но стоило оно недешево, 15 долларов. Оно находилось там за прилавком. У нас обычно на стендах висят вещи, ну, скажем так, попроще, а за прилавком, за стеклом висят вещи, лежат, вернее, вещи подороже. Их надо просить у продавца, показать, звать продавца, ждать его. Ну, в общем, короче, я, посмотревши на этот набор, мне он понравился. В нем нету никаких поломок, он целый. На белом фоне, наверное, вам плохо видно, что здесь к чему. Ну, я не могу сказать, что это какая-то моя, что это какой-то ляп, и что я что-то купила, какую-то фигню. Но, честно говоря, ну, может быть, не знаю. Может, оно не стоило 15 долларов, вот единственное в этом дело. А так, на самом деле, мне кажется, что он довольно старенький. Вот здесь что-то у них... Ой, сейчас окажется, что все-таки это был ляп, потому что я не вижу... А, нет, расстегивается. Ну, как-то очень странно. Какая-то очень странная... А, вот в чем дело. Ой, здесь маркировка есть. Ну, все, девочки, это пипец. Видите, я вообще, конечно, большой этот самый. Да, так что, в общем, он подходит под определение странных вещей, которые я покупаю. Непонятно зачем, и сама не вижу, что я покупаю. Давайте... Ой. Давайте посмотрим маркировку. Я думаю, что это... Представляете, купила даже вот маркировку, поэтому они вот так оценили. Хотя... Это Эйвен. Ну, Эйвен, ничего особо ценного в нем нету. Ну, как, разные есть. Есть в Эйвен вещи очень дорогие, есть не очень. Я не знаю, на вид он старый. Значит, ну, здесь нужен ремонт, потому что, вот смотрите... Так. Вот это должно остаться висеть здесь. Вот это, наверное, надо отцепить. От этого кружочка и прицепить вот сюда. То есть, все-таки, все-таки это подпадает под раздел моих ляпов. Потому что его надо чинить. В общем, надо как-то вешать, перевешивать эти цепочки, чтобы была нормальная застежка. Возможно, добавить какое-то колечко сюда. Потому что вот это должно быть с одной стороны, а вот это, безусловно, должно быть с другой стороны. И вот за эту вот, вот за эту дырочку должен застегиваться вот этот замочек. То есть, эту штуку надо перевесить на другую сторону. Или вот эту на эту сторону. Ну, в общем, короче, надо возиться. А я это не люблю. Но я вам хочу сказать, что я люблю вот такой вот симпатичный пластик. Легкий такой винтажный пластик. У меня есть похожие бусы немецкие, по-моему, в Germany. Но там была вообще красота неописуемая. Но там тоже вот они состояли вот из таких вот листиков. Здесь очень симпатичные такие колокольчики с жемчужинами. Все на месте, в общем-то, более или менее. Я не знаю, сейчас положу вот на белый фон. Он не очень хорошо будет виден. Летние, конечно, украшения. И серьги. Мне что понравилось, что это сет, набор. Я очень люблю набор. Или как их еще по-научному называют? Парюра. То есть, пара. То есть, какая-то, допустим, серьги и браслет. Или серьги и колье. Или колье и браслет. То есть, есть какая-то пара. Вот такие вот сережечки тоже. В пару. К этому колье. Симпатичные. Миленькие такие, нежные. Ну, и вам. Ну, за 15 долларов, ладно. Не так уж это и дорого. Хотя я даже не видела, что это и вам. Так, следующее украшение. Это прям мне стыдно. Прям, ей-богу, мне стыдно, девочки. Но вы должны понять меня, сороку. Где были мои глаза? 15 долларов. Оно, конечно, красивое. Но это, безусловно, современный Китай. Я, правда, не нашла его нигде. Вы знаете, чем отличаются вот вещи китайские? Что их сразу по картинке делаешь поиск. И вы сразу их находите. Есть ссылка на веб-сайт. Там Алиэкспресс. Или еще какие-то веб-сайты. Здесь я не нашла ничего. Но, конечно, по всем признакам. Может, я, конечно, ошибаюсь. Может, я зря себя ругаю. Но по всем признакам украшений современные. Хотя сделано очень качественно. Знаете, такой крепкий металл хороший. Ну, вот вся вот эта, во-первых, обратная сторона. Вот это серебро на камушках, на кристалликах. Ну, и вообще видно, что это, конечно, не винтаж. Никакой не винтаж. И даже не какой-то ничего ценного. Ну, очень красивый. Ну, согласитесь, что я не могла пройти мимо. Я увидела, ахнула, и все. И мне вот этот блеск сороки. Мне сороки, весь этот блеск затмил мой разум. И я потом уже подумала, нафига я его купила. А сдавать у нас нельзя. Мне, правда, написали, что если что-то поврежденное, то можно отнести, попросить и договориться, и попросить, чтобы сдать украшения. А вообще украшения в секондах в этих у нас не сдаваемые. Невозвратные. Здесь никакого демеджа, никакого повреждения нету. Поэтому меня его 100% назад не возьмут. 15 долларов не такие деньги. Но я как бы... Ну, красивая, конечно, огромная. Вот такая вот просто. Даже не брошь, а какая-то брошище. Гигантская такая. И вот эти камни. Это пластик, я думаю. То есть есть красивые камни. Аврора Бориалис. Да, я думаю, что... Может, и стекло. Но как-то я не знаю. В общем, короче, напишите мне, что вы думаете. Что это такой брошь-монстр огромный. Такой-то как больше похоже на люстру, скорее даже, чем... Ну, в общем, короче. Глаза мне затмили этот блеск. И я, глядя на нее, потом уже посмотрев, подумала, где были мои глаза, о чем вообще я думала. Следующий набор по всему должен был быть моей удачной находкой. Но, опять же, не то с ослепу, не то с какого-то... Не знаю, что... Ну, это старость, девочки. Когда голова начинает плохо соображать, то это возрастные... Какие-то возрастные изменения. Значит, тоже 15 долларов он стоил. Я сначала обрадовалась, потому что это маркированная вещь. Вещь симпатичная, вещь красивая. Опять же, набор брошь и клипсы. Так вот, все очень красиво. Значит, это кора, по-моему. Да. Кора. Есть маркировка на клипсах. И на брошь, по-моему, нет маркировки. А, нет, что-то есть. Давайте посмотрим. Что так много всего написано? Кора. Чего-то знают. Еще какие-то... Какие-то... Буквы, цифры, не пойму. А, и цифры, видимо, какой-то патент. Или что такое? Кора. И какие-то цифры. Что... Настолько много потерь этих кристаллов. И в броши, и в клипсах. Как я этого не видела, я не знаю. Вот. Ну, во-первых, здесь... У меня какой-то темный экран. Плохо видно. В общем, здесь очень много потерь. Поверьте мне. Может быть, это не очень видно на... На камеру. Но когда я стала присматриваться, я увидела, что здесь... Во-первых, потерян камушек. По-моему, вот тут. Вот здесь. Точно, сто процентов. Плохо видно на камеру. И где-то еще вот тут по краям. Ну, по-моему, здесь в броши один камушек потерян. А в клипсах прям много-много потерь. Вот здесь потеря камушек. Видите? И во второй клипсе тоже тут. Вот все, по-моему, вот эти. Видите? Раз, два, три. Камушка потеряны. В общем, вот здесь один потерян. Вот здесь потерян. Ну, в общем, довольно плачевно, так скажем, состояние. Много потерь. Я знаю, что это обычные простые кристаллы. Их можно очень восстановить. И другой бы человек на моем месте не так сокрушался. Потому что все это очень легко восстанавливается. Самые простые вот эти вот белые прозрачные кристаллы. Их легко найти. И легко все это восстановить. Но я не очень это умею делать. Я человек довольно безрукий. В принципе, я, конечно, постараюсь. Но просто мне было жалко. Я подумала, ну, где же были мои глаза. И как я смотрела. И на что я смотрела, если я не видела... В принципе, покупала-то я его как целый. Как набор, в котором все на месте. А оказалось, что... Потерь очень много. Хотя он маркированный. Для маркированного набора. 15 долларов кора не так уж и дорого. Хотя, конечно, все равно обильно. Продавали его как целый. Ну и, наконец, удачная покупка. Тут я не могу ничего сказать. Очень-очень красивая брошь. Стоила она... Вот у меня от нее этикетка. 13 долларов. Красивая винтажная брошь. Никаких в ней нету проблем. Брошь совершенно целая. Прекрасная старая винтажная брошь. Совершенно великолепная. Стеклянная или даже хрустальная. Где-то подевалась моя палочка. И я молочу ножницами. Что неправильно. Ну, ничего. Вот такая вот красавица. Тут, конечно, у меня никаких претензий, нареканий к ней нет. Открытые кристаллы, закрытые кристаллы. Длинная игла. Можно предположить, что это джулиана. Так вот. По закрытым кристаллам. По конфигурации. По самой манере изготовления броши. Прекрасного цвета. Такие медовые кристаллы. И такие серо-серебристые. В общем, очень красивая брошь. Безусловно, находка. Очень удачная. Несмотря на все, так сказать, неудачи. Все-таки в чем-то мне повезло. Вот. Так сказать, вот такое видео с не очень удачными находками. Я завершу вот такой красавицей брошью. Которая, наверное, скажем так, перекрывает все мои неудачи. Вот такая вот красавица. Считаю, что прекрасная находка. Замечательная, красивая брошь. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такое у нас сегодня видео. Не совсем обычное. Скажем, есть вещи красивые, прекрасные, замечательные. А есть вещи, которые я немножко, так скажем, облажалась. Ну, в общем и целом, не так все плохо. На сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Всем привет из Канады. Всех люблю, целую. Всем пока. С вами была Дита. Бай-бай.